Здравствуйте, меня зовут Евгений Лаптев, я системный архитектор в компании Arsientech. И сегодня мы поговорим о коротком замыкании. Давайте подумаем, из-за чего вообще возникают короткие замыкания? Одной из распространенных причин является повреждение изоляции. Другими причинами могут быть выход из строя электролитического конденсатора, диодного моста или высоковольтного транзистора в импульсных блоках питания. Устройству, в котором возникло короткое замыкание, в этот момент времени уже навряд ли поможешь. Давайте порассуждаем, что происходит в этом случае, если сбойное устройство подключено в общую группу розеток, как это представлено в нашем случае, или в АВР. Сейчас к этому блоку розеток подключено несколько потребителей. Мы имитируем отказ одного из них, создав короткое замыкание с помощью специально созданного для этого устройства. И посмотрим, что же произойдет. Как мы можем видеть, отказ всего одного потребителя привел к тому, что выключились все устройства, подключенные к этому блоку розеток. Почему это произошло? Потому что в случае короткого замыкания, либо сработает предохранительная группа розеток, либо автоматический выключатель на соответствующем вводе. При возникновении вот подобной ситуации, наша с вами задача, как можно быстрее восстановить электропитание и найти сбойного потребителя. Хорошо, если вы знаете, где расположено ваше оборудование, и оно находится в непосредственной близости. А если это удаленный или необслуживаемый объект, или дата-центр, и вы даже не представляете, где находится ваше оборудование, в этом случае время простоя может составить десятки минут и даже часы. Сейчас все оборудование выключено. И в нижней показывает признаков неисправности. Наша задача понять, какой из потребителей сбойный, и как можно быстрее восстановить подачу электропитания. Самым простым способом является отключение всех потребителей, что я сейчас, собственно, и сделаю. И сейчас я пойду и включу в одной автомат. Как вы можете видеть, я возобновил подачу электропитания, и сейчас начну включать одного за другим потребителей. Вот сейчас я включил проблемного потребителя, что привело к повторному выключению водного автомата и обесточиванию всего оборудования. Но в этот раз мы уже знаем, что именно вот этот потребитель проблемный. Сможем включить оставшихся потребителей. И после повторного включения водного автомата, наконец-то мы успешно возобновим подачу электропитания, что и сейчас и сделаем. Ну и наконец-то мы добились того, что все оборудование у нас запитано, за исключением того устройства, на котором случилось короткое замыкание. Проблему короткого замыкания надо как-то решать и попытаться решать ее максимально эффективно. Именно с этой целью мы и разработали модуль удаленного управления питанием RPCM, в котором мы реализовали защиту от короткого замыкания за каждым из 10 выпадов. И сейчас я вживую продемонстрирую, как это работает. Для этой цели мы специально подготовили стенд, на котором вы можете видеть сам модуль RPCM. В качестве нагрузки выступают модули системы хранения данных Polybyte. Мы можем видеть, что сейчас все выводы включены и на них присутствует нагрузка. Для непосредственной демонстрации, как работает функция защиты от короткого замыкания, я сейчас отключу одного из потребителей и в освободившийся вывод подключу сделанное нами устройство создания короткого замыкания. Переведя его в действие. Как вы можете видеть, сработала схема защиты и на соответствующем выводе автоматически прекратилась подача электропитания. Сейчас я отключу короткое замыкание и восстановлю прежнюю схему, имитируя устранение неисправности. Для возобновления подачи электропитания соответствующего вывода достаточно перейти в интерфейс управления, разблокировать режим управления и для нужного вывода нажать кнопку «Ресет». После этого подача питания возобновится. Важно заметить, что работа всех остальных выводов продолжается в штатном режиме. Так работает защита от короткого замыкания в модуле RPCM. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова